С детства любимый булочный отцовый. Так, мягкая, горячая. Свежего хлеба хватит на всех. Во время объявленной нерабочей недели производство на Самарском булочно-кондитерском комбинате не останавливалось. Спрос увеличился на тесто. Самарцы стали больше готовить дома. Поэтому тортов купили меньше. На следующей неделе работы на комбинате прибавится. Приступят к выпуску куличей. В этом году запланировано испечь 25 тонн. Пасхальное лакомство будут освещать прямо на предприятии, чтобы покупателям не было необходимости нести куличи в церковь. Большое скопление людей все равно может, к сожалению, создать угрозу здоровью людей. И если бы здесь все понимали, что с БКК кулич уходит освещенный, то люди понимали, что не надо сейчас, может, прийти в толпу, не надо обязательно туда дойти, потому что здесь уже это сделано. Да, ну, видимо, этот год, он... Особенность. Даже есть обращение патриарха, вы знаете, Кирилла, о том, что помолиться бы дома сейчас самое время. За качество продукции можно не переживать. К санитарным нормам на предприятии всегда относились очень внимательно. Сейчас меры усилили. Все сотрудники, приходя на работу, меряют температуру, обязательно надевают маски и перчатки. Также обязательное условие – дистанция не меньше полутора метров. А хлеб после выпечки поступает в цех охлаждения и автоматически упаковывается бесконтактным способом. Усилены все меры санитарной безопасности, что дает возможность предприятию успешно трудиться. Хочу сказать, что подобные нормы и требования сегодня исполняются на всех предприятиях Самарской области, которые возобновили свою работу после простоя. Там, где не в полной мере производство сегодня к этому готово, оно не в полной мере и работает. Сегодня часть крупных предприятий ведут подготовительные работы для того, чтобы полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфекции. По решению президента, нерабочие дни в стране продлены до 30 апреля. Исключение только для продуктовых магазинов, больниц, аптек и других жизненно важных предприятий. При этом у регионов есть право расширять этот список, что Самарская область и сделала. Заработали ряд крупных компаний, но при условии, что их руководители взяли на себя дополнительную ответственность по соблюдению повышенных мер безопасности. Лариса Шлафаст, События.